Разнообразные цвета, затейливые узоры, миряды огней. В декабре Брест надевает один из лучших своих нарядов. Притом, с каждым годом убранство становится роскошнее и ярче. Не стал исключением и сезон 2018-2019. Сегодня в областном центре есть столько мест для красивого вечернего фото или прогулок, что их не обойти и за несколько раз. К уже ставшим традиционными добавляются новые, не менее притягательные локации. Начиная с 2014 года мы каждый год наращиваем праздничное оформление города, новогоднюю, да и не только новогоднюю элиминацию. И итоги сегодняшнего объезда говорят о том, что сделано многое. В принципе, конечно, реально почти заканчиваем уже улицу Ленина от перекрестка Машерова-Ленина и до путепровода, до ЖД вокзала. Уже видно, что мы хотим. Но лучшим, как говорится, участком благоустройства комплексного и субъектов хозяйствования, и городских властей, и в принципе всех людей. Я считаю, вот этот участок дороги Машерова от улицы Ленина до Зубачева. Кто из брещан еще здесь не гулял вечером, я просто призываю прийти и прогуляться. Очень здорово. Таким должен быть весь город Брест. И это не связано с юбилеем, с тысячелетиями. Это связано с нормальным фоном динамичного, красивого современного города. Поэтому эту работу мы сворачивать не будем. Кроме точек массовых гуляний, в создание общей атмосферы праздника внесли свой вклад предприятия, организации и просто жители областного центра. Многие украсили здания и прилегающие территории. Но, к сожалению, не обошлось и без тех, кто почему-то в общем празднике решил участие не принимать или сделал это формально для галочки. Для кого-то это кажется второстепенное, кому-то кажется, что это все ерунда. Это настроение. Будет настроение, будет и работа, будет и результат. Поэтому в целом поездка я скорее доволен, чем нет. Вместе с тем, те субъекты хозяйствования, которые не откликнулись на призыв городских властей, естественно, получат предметную оценку. И каждому мы скажем и спасибо, и спасибо в кавычках. Потому что, если, извините, школа, детский садик находят возможности себя привести в порядок, а довольно благополучный субъект хозяйствования, субъект торговли считает это ненужным, наверное, не совсем правильно. Это не патриотично в отношении нашего любимого города. В рамках рейда мэр Бреста Александр Рогачук проехал по многим улицам города. Уделил внимание городоначальник не только новогодней иллюминации, но и постоянному освещению. Я думаю, что уже все обрещания обратили внимание на современный тренд. Мы вышли на плановый переход на светодиодные светильники. Если раньше это было какое-то ноу-хау, помните Кобринский путепровод мы еще сделали, это лет шесть назад казалось, что это революция, то в этом году мы в рамках текущего благоустройства заменили порядка 700 светильников на светодиодные. И в рамках капитального строительства мы сделали в светодиодах весь партизанский проспект. Улица Ржеденхитца будет светодиодная, перекресток Махновича и Варшавское шоссе тоже светодиодные. То есть город Брест должен быть городом ярким, энергоэффективным и удобным для водителей, для пешеходов. Поэтому город Брест – это город света. Проникнуться духом праздника, пополнить альбом фотографий и просто зарядиться позитивом украшенных территорий у брещан и гостей города возможность уже есть. Наверняка многие оценили праздничный наряд Бреста в рамках открытия новогодних елей. А если в силу каких-то причин вы еще не успели этого сделать, настоятельно рекомендуем не тянуть с прогулками. Новый год почти на пороге.